9 мая, несмотря на праздничный день, спортсмены пропускать тренировки не собирались, поскольку именно в этот день к ним с визитом прошел чемпион Лиги АСБ Оскар Аскаров провести совместную тренировку. Главный тренер клуба «Боевые орлы» Недорбек Хабибов говорит, что ребята давно просили его прогласить Аскара для проведения тренировки и беседы. Оскар совсем недавно провел 110-й по счету бой в Лиге АСБ. 10 боев без поражений и все победы досрочно. И пытается удушающе довести до ума. Есть замок у Аскара Аскарова. И кажется, что здесь контроля может хватить. Ощущение было в самом начале, что через челюсть этот прием шел. Сейчас мы видим, что все-таки предплечье под подбородком не продето. Сейчас разворачивает соперника Аскар Аскаров. И вот теперь как раз плохо Албасканову. Аскар Аскарову и все кончено. Оскар Аскаров остается чемпионом АСБ весовой категории до 57 килограммов. Невероятно абсолютно по темпу и по напряженности поединок. Оскар Аскаров просто беспощаден. Настоящая машина. Сумасшедшую борьбу показал сегодня чемпион. Вторую защиту ярчайшую провел. Очередная победа приемом. Десятая победа. Юбилейная. И какая яркая. В клубе ребята занимаются относительно не так давно. За этот период они показали себя только с хорошей стороны. Не пропускать тренировку и быть всегда в форме. Вот о чем говорит тренер. Ну видно ребята горят желанием. Хотят научиться от него чему-нибудь. Ну Оскар является в данное время сильнейшей мотивацией для бойцов нашего клуба. Ребята, если честно, активные. Самое главное. Хотят чего-то добиться, стремятся. Это самое главное. Да, есть среди них перспективные ребята, которые могут дальнейшим себя показать. Главное, главное это их желание, их дух и дисциплина. Совсем юные бойцы рвением и упорством не уступают своим взрослым одноклубникам. Сайгит Умаханов сказал, главное в спорте это иметь цель и стремиться к ней. Оскар демонстрировал свои навыки и владения в ММА. Делился своими коронными приемами, благодаря которым боец не раз выигрывал своих оппонентов. Сайгит со своим спарринг-партнером наглядно продемонстрировали один из таких приемов. Я нахожусь в этом клубе с самого начала, как только начали тренироваться. Очень нравится. Я хочу стать чемпионом в этом виде спорта. Я желаю всем подросткам дальнейших целей, побед, чтобы все были такими же, как Аскар, достигли таких целей. О клубе «Боевые орлы» известно не только в республике, но и за ее пределами. Большое количество бойцов с разных республик и континентов прибывают в Хасавьер для прохождения сборов. А тренер клуба «Надербек Хабибов» с большим удовольствием принимает гостей. И желание других тренироваться в его команде, безусловно, его мотивирует. Сам я приехал с республики Башкортостан. Там непосредственно занимаюсь тоже ММА. Почему же выбрал именно ваш город? Во-первых, я сюда приехал подтягивать вольную борьбу. И во-вторых, приехал к «Надербеку Ахметовичу Хабибову». Так как егошние бойцы показывают очень высокий уровень и борьбы, и ударной техники на мировой арене. На основании своего последнего боя, так получилось, что я проиграл, я сделал выводы, что нужно ехать, подтягивать свою технику именно в Тагестан. Очень интересная тренировка. Показывает Аскар те вещи, которые я до этого не видел. Вот эта фирменная гильотина, которую он не раз выиграл бой. Конечно, я возьму себе на заметку. И вообще, в целом, он показывает очень интересные вещи, которые помогут, наверное, укрепить арсенал любого бойца. Непобежденный Аскар Аскаров на сегодняшний день является феноменом для окружающих. Его успехи и результаты не могут не мотивировать молодежь на достижение своих целей. Аскар является примером для подражания мотивации. То, что он уже второй раз защитил свой пояс Лигея Сиби, говорит о многом. Хасавьорт горд такими людьми. Бурлия Цамбеева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа Пульс.